Приветствую, друзья! Как ни странно, а может быть и закономерно, наш переключатель в кончиках пальцев. На самом деле, я в этом давно убедился. Я уже в одном ролике рассказывал и показывал, как можно нажатием вот так на кончики пальцев, вызывая у себя небольшую боль, чтобы мозг получил там тысячи миллионов импульсов. Которые переключают наши доминанты. Это очень интересное явление, потому что мало кто об этом задумывается. Потому что, когда мне, например, очень плохо, я не знаю, как быть, как жить, что делать или больно мне. Я вот так вот нажимаю и переключаюсь. То есть в этот момент мне легче вспомнить о хорошем. Когда вы вспоминаете о хорошем, естественно, вот этот адреналин, который вас сковывает, меняется на эндорфин. Потому что у нас же все в нервных сетях мозга переключаемы, друзья. Это гибкая система. И когда вам очень плохо, вот вы ничего не можете сделать, ничего хорошего вспомнить не можете. Ну, например, вы чем-то заняты и там, допустим, ногу прищемило. Или что-то еще прищемило. Душу прищемило, допустим. Условно говоря. И вы берете вот так. Раз, два, три, четыре, пять. И начинаете чувствовать себя легче. Потому что происходит переключение. Наш переключатель доминанты на кончиках пальцев. Да, попробуйте так сделать. Вот я вам приведу один пример. Это, в принципе, ресурс такого многоцелевого назначения. Не только снять боль, но и снять блок против чего-то. Например, там у меня один студент знакомый. Он, значит, очень не любит математику. Ну, он все предметы любит. И она отлично сдает экзамены. Но математику вот у нее душа не лежит. И я ему сказал. Представь себе, что ты сидишь, занимаешься математикой. Он говорит. Да я даже и представлять не хочу. Меня все время отвлекает что-то при этом. Отвлекаемость у меня большая. Я говорю. Ну, давай еще раз представь эту математику. Что ты сидишь и занимаешься с упоением. Не могу представить. Я говорю. А теперь сделай вот так. Сделай вот так. Сделай вот так. Все 10 пальцев. Теперь представь эту математику. Что ты сидишь с упоением занимаешься. Опять представил. Не могу говорить. Я говорю. Ну, сделай еще через минутку. Сделай вот так. И показывай ему. И он опять делает, делает, делает. И потом говорит. Да, теперь могу представить, что я сижу с упоением занимаюсь математикой. Стена рухнула между ним и математикой. Отчуждение ушло. И поэтому потом я ему сказал. Ну, ты мне потом напишешь, как ты там занимаешься математикой. Теплее стало, говорю, отношение к математике. Да, говорит, как-то стало спокойнее, когда я об этом думаю. Теплее, говорит, стало. Ну, вот. Таким образом сокращается дистанция между вами и чем-то нелюбимым. И вы можете менять так отношения. Допустим, вам надо сделать какое-то дело, а вам не хочется его делать. А вам очень надо. А вам не хочется. Вот этот конфликт внутренний вы можете вот таким образом снять. И захотеть делать то дело, которое вам надо делать. Смотрите, как это мощный инструмент. На самом деле, да, переключатель доминанты у нас на кончиках пальцев. До встречи, друзья.